Сейчас мы находимся у Александра Масалова. Это один из участников проекта «Сетка» секретных организаций Советского Союза. В 1981 году я уже занимался порядка трех лет такой практической уфологией. И в 1981 году, в марте, был приглашен в Ленинград на первую конференцию по аномальным явлениям в атмосфере, которую собрало Европейское общество СССР. До этого три года я уже работал в инициативной группе при Московском авиационном институте, в которой возглавлял Федерс Юрьевич Зигель, профессор. Эта группа была первой инициативной группой в Советском Союзе. Занималась сбором информации об НЛО и паранормальных явлениях. Выпускала рукописный сборник ежегодного наблюдения НЛО в СССР. У меня было порядка 100 корреспондентов по всему Советскому Союзу. Почтовый ящик постоянно был полон письмами. И вот на этой конференции мне еще нескольким людям было предложено начать работать в рамках секретной тогда программы Сетка. Это была совместная программа Академии наук СССР и Министерство обороны СССР. Министерство обороны включило в эту программу свой научно-исследовательский институт НИИ-22 в Мытищах. Академия наук включила, значит, главным институтом Измиран, институт земного магнетизма и физики атмосферы. Мне и другим людям было дано в руки письмо, рекомендательное за подписью члена-корреспондента Академии наук СССР Троицкого, директора института радиофизики в Горьком, ныне Нижнем Новороде. И, значит, это письмо адресовалось областному Воронежскому отделению научно-технического общества радиотехники, электроники и связи. Удавалось собрать достаточно большой материал. Материал этот мы передавали нашему куратору, подполковник Копейкин. Это известный Александр Копейкин. Преподаватель Борисоглевского военного училища летного, который был ответственен за сбор информации по программе «Сетка» в определенном секторе СССР. И в дальнейшем эта информация уже шла дальше. НИИ-22 обрабатывалась и уже в какие-то более высокие инстанции уходила. Эта программа была закрытой, была в определенной степени секретности. Один из сотрудников нашей секции посещения аномальных явлений, журналист Федор Киселев, поимел в свои руки очень интересное письмо, которое пришло в адрес Воронежского телецентра. Значит, оно было написано авиатехником Ядыкиным Игорем Анатольевичем. Вот этот человек, который обслуживает авиационную технику, каждые полгода проходит обследование у психиатра, психолога. Здравствуйте, уважаемые товарищи! Хочу поделиться с вами прошлогодним случаем, который случился со мной в конце 20-х чисел сентября. Речь идет о сентябре 1989 года. Прошу отнестись к написанному мной спокоен. Это не розыгрыш, не шутка. Да и галлюцинациям я не страдаю, так как совершенно психически здоров. По роду работы проверяюсь у невропатолога. Писать в этом году не мог. Письмо, зарегистрированное на Воронежском телецентре 23 марта 1990 года. По ряду причин. Одна из которых сводится к тому, что долгое время, когда я хотел было изложить увиденное на бумаге, этого сделать не мог. Физически. Так как начинались судороги кистей обеих рук, а с мозгом творилось что-то невообразимое. Было ощущение, будто внутренний объем черепа увеличивается в пространстве. Дыхание сдавливало спазмом на глазах, из-за этого появлялись слезы. Другая причина. Не был уверен, что мне поверят. Но после показа по ТВ в Воронеже передачи об НЛО, решился на это. Хотя чувствую то же самое, но уже менее все это ощущаю. Писать хочу следующее. Я работаю авиатехником в Воронежском объединенном летном отряде. На территории садоводства «Космос», что в районе села Чертовицка, у меня находится участок. Как-то в конце сентября я шел с участка через овраг на территорию аэропорта, так как работал ночную смену. Спустившись на дно оврага и выйдя на тропу, ведущую вверх, вдалеке примерно метрах в ста-ста пятидесяти, увидел что-то, светящееся мягким изумрудным светом. У меня было в запасе минут пятнадцать. Решил подойти поближе. Что-то было похоже на шар диаметром порядка двухсот миллиметров. Не дойдя до него метров пять, я услышал справа от себя треск сучьев. Дело уже было под вечер. Подумал, кабан или косоли. Обернувшись, увидел высокого роста хорошо сложного человека. Мой рост метр девяносто три. Когда мы стояли на состоянии трех-четырех метров, я заметил, что если по прямой от глаз провести линии, то она пройдет на линии его груди. Одежда его показалась мне странной. Я ни у кого подобное не видел. Голову закрывало нечто вроде шлема. Лицо не мог различить. Оно было закрыто чем-то вроде мокрого стекла или экрана. На этом экране вдруг появилось свечение. Стало как-то не по себе. Сначала неописуемый ужас охватил. Затем какая-то сила заставила меня смотреть на шар. Будто с экрана монитора. Я увидел катастрофу на Чернобыльской атомной станции. Затем видение сменилось изображением Нововоронежской АЭС. Зеленела трава и листва деревьев. Затем на секунду изображение исчезло. Появилась на экране пыль. Потом взрыв. Видел, как метались в клубах пыли. Люди, как стаи птиц, кружились над городом. Почувствовал, как ноги подкашиваться стали. Пересохло в горле. Помню, подумал о строящейся вастре, Воронежской атомной станции теплоснабжения. Посмотрел на стоящего рядом. На экране шлема вновь появилось свечение. И снова что-то неведомое повернуло мою голову на шар. На экране шара увидел работающую вастр. Во дворе ее ходили люди. Потом взрыв. Мне стало страшно. Хотел закричать. Прибежать на ноги стали, как бетонные. Столбы. Я не мог их сдвинуть с места. Снова пожар. Эвакуация с юго-западного района людей. В моем сознании возник вопрос. Когда это случится? На экране вновь появились изображения Нововоронежской АЭС. Затем замигали огни. Их было пять. Потом со мной что-то произошло. Я очнулся лежа на земле. На работу пришел с небольшим опозданием. О случившемся никому не рассказывал. Даже родителям. По этой дороге я ходил в том году. И после случившегося. Ощущал при этом, что за мной наблюдает. Писать больше не могу. Снова спазм в горле. Невольные слезы на глазах. Ядыкин Игорь Анатольевич. Возраст 29 лет. Вот. Ну, это серьезное достаточно письмо. Тут еще вот был какой момент. Было достаточно много снимков НЛО над Воронежем в то время. И в том числе и над Новоронежской АЭС появлялась НЛО. И эти снимки мне рекомендовали передать одному из экстрасенсов, который работал на КГБ в Москве. Я часто ездил к командировке в Москву. И, пользуясь случаем, передал ему эти снимки. И вот эти снимки, значит, он смотрел. И через определенное время мне вернул с анализом. Как бы сказал, что эти снимки связаны с тем, что что-то должно произойти на вашей атомной станции. Вот уже как совпадают эти два случая. Я приезжаю из Москвы, иду к Федору Киселеву домой. И он мне рассказывает ему об этом. У него округляются глаза, и он мне дает это письмо в руки. В общем, совпало так все. Все четко совпало. Все прям. Далее. Мы, значит, Федор, это серьезные вещи. Давай, значит, мы напишем заявление об этих фактах. И передадим в КГБ. И там есть отдел охранной атомной станции. Вот. Мы пишем. Он садится, значит, за машинку. Начинает печатать. Когда только закончил печатать, он... Звонок в телефон. Он снимает трубку. Звонит ее жена. Я говорю, ну, это, значит, Владимир Невского мы находились. У него дом у Федора. А она звонит с Хальзунова. Стоит на остановке и говорит, мы вот тут несколько человек наблюдаем ОНО. Вот. Где-то, говорит, примерно где-то в районе нашего дома. Ну, мы выбегаем на улицу. Не видно уже ничего. Идем-ка. Это тут где-то две остановки нам пройти. Подходим. Люди продолжают стоять на остановке. Обсуждают. Мы когда сделали расчеты по наблюдениям, по угловому, так сказать, градусу наблюдения, то получалось, что ОНО висел светящийся шар именно над тем домом, где Федор печатал. Вот это вот. В общем, они наблюдали так. Вот это я не знаю. Я не могу комментировать, но такие совпадения шли. Плюс к этому из этих людей подходит к нам женщина. И говорит, я бывший работник Черновольской атомной станции. И рассказывает такой случай. Говорит, где-то примерно за месяц до взрыва я смотрел телевизор. Потом вдруг исчезает изображение передачи и появляется стилистическое изображение четвертого энергоблока. На нем как бы изображение такого ядерного гриба. Это было примерно 20 секунд. Потом опять... Да, напомню, что очень часто при появлении каких-то тарелок или чего-то отказывается работать современная даже техника, отключается, глохнут автомобили, двигатели. То есть, ну, это прям вот постоянно такие явления, когда что-то неопознанное или аномальное происходит рядом. Вот мы пишем, значит, такое заявление. В управлении комитета госбезопасности по Воронежской области от Масалова Александра Викторовича заявление. Являюсь участником воронежной секции по изучению аномальных явлений. На протяжении нескольких лет принимаю непосредственно участие в изучении проблем неопознанных летающих объектов. Специфика проблемы выходит за рамки традиционного миропонимания, но, тем не менее, реальность и нелоги, связанные с ними явления, на сегодняшний день не вызывает сомнений даже у скептиков от науки. Конкретно имею сообщить следующее. За последние несколько месяцев участились в появлении НЛО в районе Новоронежской АЭС. Проанализируя снимок НЛО над Воронежем, сделанное 8 ноября 1989 года, экстрасенс, физик, мусатов, Москва, пришел к выводу, что активность НЛО в районе Воронежа связана с угрозой взрыва на Новоронежской атомной станции в период с ноября 1990 по февраль 1991 года. Независимо от указанного выше в письме, Воронежский радиокомитет, авиатехник Воронежского авиаотряда Едыкина Илья Анатольевна сообщил о своем контакте с НЛО, в ходе которого им была получена информация о будущем взрыве на Новоронежской атомной станции. Вот, значит, такое письмо я лично отношу в Кабинет Возбезопасности. Второе такое же письмо посылаю себе по почте. При переподдаче в Кабинет Возбезопасности говорю, это письмо приходится печатным штампом почты. Если что-то происходит и не приняты меры, я это письмо с печатью просто обнародую. Так делали, наверное, да, раньше? Я слышал что-то подобное. Да. Ну вот, проходит некоторое время, где-то примерно с полгода. Никаких откликов нет, хотя ждем результатов каких-то. И вот я еду в командировку, нахожусь в аэропорту Воронежском. Сижу, книгу читаю, листаю. Подходит ко мне человек в летной форме, высокий, и говорит, вот, это, что же за книга такая? Да вот, он смотрит, а это вывод тут, да. А я же вам посылал письмо. Этот, оказывается, авиатехники Едыкин. Вот, и рассказывает мне такую историю. Она потом была записана. И, значит, я в книге наиболее интересный момент, который он рассказывал, он тоже включил. Вот, что Игорь сообщил. Вот, собеседника, он же был в, значит, был приглашен в КГБ, его несколько раз опрашивали. Причем, значит, сказали, что такой же контакт был с другим человеком. Вот, что огромное количество наблюдений НЛО, значит, они в то время фиксировались, кстати, и локаторами аэропорта, как выяснилось. И вот, что он пишет, что ему поведал тот, значит, сотрудник комитета, который с ним работал. От собеседника я узнал, что по получению в адрес КГБ письма, в котором говорилось об увиденных мной прогнозах катастрофы на Воронежской АЭС, возникла версия, в которой отмечалось, что я, возможно, знаю что-то, готовившись к диверсии. Я заверил, что это не так. Затем привел свою гипотезу, которую рассмотрел имеющиеся системы контроля за работой АЭС как неэффективной, указав на то, что им, пилотам НЛО, известна другая методика бесконтактного контроля, например, импульсное магнитное излучение. С его помощью они имеют возможность точно определять день катастрофы. И вот, в тот день я был невольным посредником для передачи информации о предстоящей трагедии. Оказывается, вторая гипотеза работников КГБ была аналогична моей. Мне было сказано о готовящейся встрече в Министерстве энергетики по вопросам приостановки работы реакторов на Воронежской АЭС и пересмотре планов дальнейшего строительства Воронежской атомной станции теплоснабжения. Воронежской атомной станции теплоснабжения строительство было закрыто через год. Вот, а был референдум и, значит, было закрыто строительство, которое сейчас там остались, эти здания. Продолжение следует... Продолжение следует...